Новогодняя елка главы Карачаева Черкесии собрала сегодня отличников учебы, победителей предметных олимпиад и спортивных соревнований, а также призеров и лауреатов различных конкурсов в Доме культуры Черкеска. Зарядилась новогодним настроением от школьников Альбина Ламкова. В самом лице у нас уже был этот праздник, и президентская елка – это продолжение нашего праздника. И когда меня пригласили на это мероприятие, я очень обрадовалась, потому что сама очень сильно люблю атмосферу Нового года. Этот год для меня прошел очень быстро, но я считаю, что я достигла своей поставленной цели, и я полностью довольна собой. Я участвовала на олимпиадах, закончила второй полугодий на «Отлично». Для Расситы елка главы региона стала настоящим подарком. Здесь весело и программа интересная, говорит она. Асланбек Томазов тоже от души провел время на новогодней елке и с пользой. Он участвовал на олимпиаде по информатике и занял первое место. Новый год для меня – это сидеть на кухне, кушать салаты, срывать бомбочки на улице, получать подарки от Деда Мороза. Очень приятно, что пригласили, пришел с моим другом. Очень было интересно, что здесь мы будем делать. Очень красивые статуи стоят, елка тоже очень красивая. Год особенный для нас. Мы отмечаем столетие со дня образования. И по линии системы образования за этот год у нас есть 100 достижений в системе образования. Эти достижения были возможны в поддержке главы Карачаева Черкесской Республики. И, конечно, педагогического сообщества и наших дорогих и любимых родителей. Поэтому мы желаем нашим деткам здоровья, мирного неба над головой и новых успехов и достижений. Порядка 600 человек присутствовали на елке главы Республики. Для ребят подготовили разнообразную красочную программу с участием любимых сказочных героев Деда Мороза Снегурочки. Для детей были организованы конкурсы, викторины, показ спектакля, подготовлены новогодние сладкие подарки от главы Республики. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести, Карачаева, Черкесия.